У меня в комнате находятся голуби дикие, дикари называются, вот он. И вот эта горобка внезапно вылетела в другую комнату, на кухню. Я обычно закрывал, уходил, а тут, думаю, она все равно не вылетит. А она вылетела, он такой спокойный, как он начал беспокоиться, неприимно летает, шею вытягивает. Потерял голубку, в подлинном смысле голубку. И вот он везде сейчас ходит, настолько это интересно, какая у него тоска какая-то или что. Вот он ищет ее нигде, покоя нет. А то обычно сидит целый день полудремя, а она под крылок ему, так, туда, где она ночует. Он решил в коробку залезть и посмотреть, там ли она может спряталась, может ее в роддом отвезли. Он ее топтал и должна яйца начать нести. А это я прикормку делаю, чтобы они научились залетать. Но на подходе взял, а дальше не идет. Это сегодня, вот я, 19 до 19 декабря 2015 года. Вот, смотрю, это в комнате у меня. Вот он сидит. И специальный эксперимент. В этой коробке находились больные вертлящики-голуби. И узнать, на них зараза действует нет. А эти дикари залетели, я их поймал и посадил. Нисколько не действует. Что значит быть здоровым человеком тоже? А тут подстарость, пенсионеры. Считаю, после 60 лет уже бестолку лечить. Надо для молодых оставлять силу. Где-то упал, где-то поскользнулся. А что лечить стариков? Нужды никакой нету. Если терпимо лекарства, да еще дорогие, да ропщат. Вот он, здоровый, крепкий. Вот прилетел. И как шея-то у него блестит. Он отливает как. Вот он ее ищет. Он не знает, прислушивается. Ее нигде нету. А она в той комнате застряла. Она в этом вопросе-то первый раз залетела. И она не знает, как сюда-то обратно-то залететь-то. А там вверху она была. На третьем этаже у меня там застеленная бумага. Вот они где. Он ее ищет. А там в стене дырку я сделал. Для горячего воздуха. И туда прыгал кот. Вот он, где обычно любил. Любят они тут вверху над книгами. Вот он здесь. Опять залетел сюда и ищет. Вот не может успокоиться нигде. Ищет ее нигде нет. А она молчит, там забилась в той комнате. Вот посмотрим, где она тут. Вот она оказывается где. Вверху на дровах сидит. Но дырка там, в которую она могла залететь. Вверху вон. Дырка там ее видать. Вон она. Она могла бы туда уже залететь. Туда котик прыгает оттуда. Прыгает. Ну, чтобы не сорвался, я ему там портянку протянул на две стороны. Он за нее цепляется. А сейчас уже не пролезет. Сделался мужественный, большой. Вот она где. Я не нащупаю, где она сидит. Ну, тут темно. Вот ребята наши сегодня первый раз много снегу выпало. Вот они. Сейчас снег этот убирают там. Вот она где. Я нащупал ее. Свет зажег. Она не знает. И гонять ее боязно. Иначе она может яйца выронить. У нее так случится. А он так сидит. С места на место летает. Нет там. Целый день там сидит с ней. До самого вечера. Она все время как бы пониже голову склоняет. А он настоящий мужчина. Высокий, ростом, стройный. Дикари самые обыкновенные. Но столько интересного я в них нашел. Первый раз в жизни дикарей держу, чтобы такой обиход был. Кормить, поить, ухаживать за ним. Песок там все насыпаю. Это я не вижу. Это он или кто там кричит. Это он воркует и ищет. Ну да, вон темновато здесь. Вот он ищет ее. Сейчас я свет здесь включу, чтобы можно было снимать. Вот он где. Он ищет ее. Нету. А она за стеночкой сидит-то. Могла бы уже залететь. Вот томит его, чтобы больше любил. Вот выглядывает как. Стонет, стонет. Плохо ему без нее. Где она, его красота? Куда она делась? Вот ушел. Вот ищет. Ну вот опять пролетел. Тут я его уже не захвачу. Вот он все ищет ее. Представь, он недавно женился только. Это у него еще медовый месяц, как называют. В разное время я поймал их. И тут они встретились. Он ее покорил, смирил под свою руку. И везде главное заглядывать. Но видно, что в поиске. Никогда так беспокойно себя не вел. Я случайно увидел. Она такая любопытная. Оказалась на той стороне. Пролетела. Вот это пример, как надо любить свою подружку. Он тоскует. У нашего родителя детей было 12. 10 живых. И вот за 35 километров родители моей мамы жили. Она Мария Егоровна. А там Егор Илларионович, Устинья Ивановна. Ну старая. Мать к отцу подойдет. Тихон. Надо попроведать бы. Да недавно была. Он боялся мать отпускать. А сам инвалид. Войны без левой руки. А мы-то все наблюдаем, видим. Мать все затихла. Она ни шагу, ни куда. Это настоящие были христиане. Как бы по поведению. Ну проходит какое-то время. Сколько-то. Она опять. Тихон. Ты бы отпустил меня. Она попроведать надо. Он всегда подкашнет. Ну я говорю. Недавно же была. 35 километров пешком. Из них 10 километров бор пересечь надо. Она одна. Мать везде ходила. Никогда не боялась. Ну это уже овес он не пасет. Он дома. Проходит дня два. Мать опять выбирает момент. Когда у отца хорошее настроение. Как дядь Чукаря Макарина Гульном говорил. Надо после обеда было. Ну и опять. Тихо. Что-то как-то мне нехорошо. Сердце наверное вещает. Что-то у них может не ладно. Да какое мне дело. Отец скажет. Это уже означает отпустил. Все. У матери все готово. Подарочки в руки. И была таковская. Она уже там. Вот он вплотную сел. Я не нащупаю такой съемщик. То ли вот этот. Ну да. Вот она ищет везде. Не летает. Он крыльями дает знать. Хлопает. Мать уже там. И вот ее нету. День. Второй. Уже отец тоскует. У нас пригон такой был. Он на пригон залезет. А мы-то видим. Руку подставит. Козырьком. И смотрит туда вдаль. Куда мать ушла. Куча ребятишек. Дома-то ничего. Управится. Маленько погодя. Вроде бы сено пошел с крыши скидывать. Там как зародчик такой был на пригоне. А сам опять смотрит в ту сторону. Матери нету. Вот как интересно все было. А сегодня. Как жен-то меняют. Бедные. Вот он ищет ее. Смотри как бегает сколько. Он ее зовет. Матери нет. Он языка нет у него. Он сказать не может. Он поет. Доволен когда. И вот он дает. Он смотрит и вроде бы чувствует где-то она рядом. Живая она или не живая. Вот еще. Переместился на вторую кровать. Еще лучше. Вот, наверху там Володя спит, а здесь Никита, Никитина кровать Вот сегодня у нас Михаил Кормаев должен приехать И куда его поместить? Ну, решили так, отдать его Серёже Серёжу этого отдать, Никиту, на два дня Сколько Михаил будет? А Михаил, чтобы был здесь А то он вплотную сел около меня на расстоянии полметра Он никакой беспокойный, как он и ищет Места никакого нет Вот сколько времени я снимаю, смотри, как он бегает Никогда этого не было так Прислушивается, где она? Она такая любопытная, в каждую щель везде лезет Вот смотри, как я стою на одном месте Он сколько уже сделал здесь А тут они привыкли, уже там на третьем этаже Там дальше сдвинутся И там она голову ему под крыло Где-то там рядом прямо склонится А вон воркует там сидит Я боюсь, чтобы там яйцо не снесло Тогда не будет привязанности к гнезду Она должна всё здесь сделать Вот он ищет Вот он ищет Где она? О, надо мной, вплотную Обыкновенный сезарь Пёстренький Вот он Видите, всё застелено бумагами Чтобы не запачкать Он прислушивается, где она И сразу найдёшь, где он Вот он прилетел Никто его не гоняет А она не знает, как в дырочку обратно залететь Как в мордушку попала на кухню О, на расстоянии сантиметров 20 от меня сел Так привык уже Ну, две недели почти Вот он теперь внизу Он ищет её везде Как бы он туда не улетел к ней Бывает, жена так Мужа утягивает к себе на родину Куда-нибудь Да в далёкое место В Америку там, во Францию Надо жениться, брать, чтобы рядом А то женятся на далёких-то А потом деньги все выходят Вот он, прямо в коробочку залетел Он не хочет поверить, что её здесь нету Вот он залетел Вот он где Прямо в коробке А вот туда вниз, это спускаться надо, спрыгнуть Замолк Я слишком близко, запер его буквально Отошёл Отошёл, отошёл сантиметров на 50 Вот он Какой красавец Ну Прислушивается внизу, может она где Всё, улетел туда Это он на вешалку сел Вот он Ищет её Надо же так Я никогда не был Первый раз они залетели сюда Это на кухню Тут не заслано ничего, придётся убирать Всё, он ищет её Он ещё не знает, что она совсем-совсем рядом Где-то Найдёт Тут уже рядом Она где-то здесь на дровах сидит на печке Осторожно У меня залетел голубь сюда И он ищет голубку свою Вот он нашёл Всё Встреча Встреча Вот он, увидал её Вот она Ой-ой Вот она Всё Вплотную подошёл Вот она Встреча Всё Встретились Но Сейчас надо уходить отсюда Туда они не залетят Ждать, когда стемняется Это от темноте их брать Вот он пошёл проверять Что она тут нашла Как у неё дело тут шло Вот она где Вот так Вот к чему можно учиться Говорит На птицах Можно Из всех птиц Только глупее голубя Никого нету Ефрем глуп Как глупый голубь Пророк Осия пишет И это я подтверждаю Самая глупая птица Неправильно есть Не может Ничего Дети сколько сидят Никуда отходы не выносят Всё так сбоку только лежит И они из помёта И из своего гнезда Фактически слеплены А ласточка Воробей Скворец Все Оправятся малыш Они тоже берут его там Ну без подгузников же И всё сразу Клювом И вносят И сами чистые Клювик почистят А у голубя Ничего он не делает Ещё этот Выдва выводок Не Ещё там едва в гнезде сидит Рядом второе гнездо И опять несёт Страшно быстро плодятся Пять выводков Это норма для них за год Выводков А то ни одна птица Так быстро не плодится Вот он ходит Теперь Всё Ну а она чё Она теперь с ним Ну всё так Показал я её Вот крылья Он начинает носик Под крыло совать Это намащивается Таким запахом Чтобы ей было приятно И тогда Вон она рядом Там с ним уже Клюв Берут друг друга И целуются Целуются Ну а потом Постельные нежности Она сразу согнётся Пригнётся Ну а он тогда её топчет Видишь как затосковал Стонет как голубь Как голубица Вот он где Он всё исследует сейчас Всё отошёл Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok